Всем привет! С вами Ольга Меликян и канал GameStones. Сатуары набирают популярность, причем стремительно. Какие новинки предлагают ювелирные бренды и насколько эти сатуары похожи на те самые эпохи арт-деко? Давайте узнаем! Итак, что же такое сатуары? Сатуары это одно из видов украшений для шеи, шейных украшений. Мы, конечно, больше привыкли к бусам, жерельям, колье. Однако сатуары тоже имеют место быть. Слово произошло от французского «Porte en satoire», что в переводе означает «носить через плечо». И действительно, если мы посмотрим на эти украшения на сатуары периода 20-х годов прошлого века, то увидим, что модницы носили эти сатуары через плечо. А вот, например, сатуар через два плеча ювелирного дома Микки Мото. Этот сатуар выполнен полностью из жемчуга. Посмотрите, насколько струящийся жемчуг и как он роскошно выглядит. Так вот, сатуар это длинное ожерелье, либо жемчужная нить, либо просто цепь с подвеской. Длина такого ожерелья доходит до 120 см, то есть, по сути, его длина практически доходит до пояса. На украшение всегда нанизана крупная подвеска, кулон или кисточка. Часто это может быть даже медальон, не меньше чем 5 см в диаметре. Солье де фей, сапфиры под параджа, шпинель, мандариновые гранаты. Это все буйство красок смотрится роскошно и удивительно, насколько сочетается друг с другом. Весь сатуар выглядит очень гармонично и даже цепь, которая, по идее, должна была быть крайне скромной, выглядит очень элегантно и торжественно. А вот, например, колье-сатуар от Дэвида Морриса с бесцветными и розовыми бриллиантами. Это очень нежное колье позволяет назвать его сатуаром именно за счет длины. Она достаточно длинная и более 100 см. Хотя, на мой взгляд, если бы оно было чуть короче, то в качестве колье, мне кажется, смотрелось бы элегантнее. Одним из ювелирных домов, который не прошел мимо идеи создать сатуар, это ювелирная компания Дэбирс. Все мы знаем о Дэбирсе и о том, что они контролируют большую часть всего бизнеса с алмазами в мире. Однако, ювелирная компания у них тоже имеется. И вот, например, их сатуары этой компании, которые были выполнены из коньячных и бесцветных бриллиантов. Очень эффектно смотрятся бриллианты в огранке Маркиз. Кстати, одна из редких форм огранки, которую далеко не часто используют ювелирные бренды. А вот сатуар от Дэвида Юрмана был бы весьма скромен, если бы не его роскошный красавец Гелиадор. Гелиадор – это одна из разновидностей минерала берил, наряду с изумрудом, аквамарином. В оправе из желтого золота 20-каратный Гелиадор смотрится просто роскошно. По всему периметру ожерелье цепь полностью покрыто мелкими бесцветными бриллиантами. А вот, например, интересный рубиновый сатуар от фирмы Пьяжи. По сути, этот сатуар был бы классическим колье, если бы не его длина в 100 сантиметров. Подвеска выполнена только из рубинов и бриллиантов, украшена желтым золотом. Но насколько эффектно смотрится рубиновая звезда? А вот, например, эксклюзивное украшение – это сатуар с часами от ювелирного дома Серволен. Удивительно, что такой сатуар можно носить на шее. Представляете, носить часы прямо на шее. Сатуар с часами работает очень хитро. Он открывается на подвеске. И чтобы посмотреть время, нужно внутри посмотреть с обратной стороны на зеркальце, которое отображает в обратном варианте время, которое представлено на этом сатуаре. Само ожерелье выполнено из ониксовых бусин, жемчуга, бриллиантов, рубинов и шпинели. Очень интересно, только вопрос, насколько такой сатуар тяжелый? Все-таки женская шея должна носить очень легкие вещи. А вот, например, очень нежный сатуар от Nadine Eyesoy с голубыми халцидонами. В этом элегантном сатуаре нет ничего лишнего. Посмотрите, насколько нежно голубые халцидоны переплетаются с крошечными бесцветными бриллиантами, которых практически даже не видно. Еще раз убеждаю, что сатуар это украшение вне времени. С кисточкой или с медальоном, на красивой цепочке или на жемчужной нити. Всегда сатуар привлекает внимание. А сегодня он еще прекрасно отображает бунтарский и непокорный стиль своей хозяйки. Спасибо, что досмотрели. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые выпуски. Завтра я расскажу о минерале, о котором вы давным-давно просили. Это Александрит, наш русский камень, который был назван в честь цесаревича Александра. Узнаем об этом завтра чуть более подробно. Желаю вам успехов и крепкого здоровья. Давайте думать о прекрасном.